В скором времени, 4 февраля, во всем мире будет отмечаться День борьбы против рака. И в связи с этим у нас сегодня в студии гость, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Крым, Сергей Владимирович Морозов. Доброе утро. Доброе утро. Сергей Владимирович, очень хорошо, что вы сегодня у нас в гостях. И очень даже хорошо, что мы с утра говорим на такой теме, потому что рак это проблема, это беда, а ее становится меньше и с ней легче бороться, когда ее оговариваешь. Не так ли? Об этом не стоит молчать, а нужно об этом говорить. Об этом абсолютно не стоит молчать. Должна быть информированность, информированность населения. Люди должны знать, что такая проблема может возникнуть в любом возрасте. И не то, что быть готовым к этому, а осознавать, что это не приговор, если эта проблема будет найдена на раннем этапе. Как я понимаю, что эта проблема, она не выбирает ни статус, ни пол, ни возраст, она коснуться может каждого. Абсолютно верно. Вот какая предрасположенность, группа риска? Почему человек вдруг живет-живет, а потом обнаруживает, что у него случилось? Часть считается, есть генетическая предрасположенность, часть заболеваний связана с воздействием окружающей среды. Например, нам, как крымчанам, солнце, наше любимое, не только радость, но и может приносить вред. Например, Крым лидирует по заболеваемости злокачественными образованиями кожи. Это плоскоклеточный рак, базально-клеточный рак и очень грозное заболевание, которое называется меланома. Солнце. Да, мы неоднократно перед сезоном летним говорим телезрителям о том, что загорать не так уж и полезно, и не стоит злоупотреблять. Это как бы красиво, но, как я понимаю, это и соляриями тоже не злоупотреблять ни в коем случае. Действительно. Не с солнцем. Вот напомните, вы еще раз, чтобы из ваших уст специалистов прозвучало, самые элементарные правила нахождения под солнечными лучами. Я всегда привожу пример из своего детства. Какое раньше солнышко было? Оранжевое. Сейчас солнце белое. Уменьшается озоновый слой, усиливается действие солнечных лучей. Поэтому раньше рекомендация была от 10 до 2 на солнце не находиться. Сейчас желательно не находиться раньше. И еще раньше. Да. Время утром 9.30, а после обеда где-то с 3.00. Вот если следовать этим рекомендациям, то солнце всегда будет только нашим другом, а ни в коем случае врагом. Еще я знаю, что помимо солнца кратчайший путь заболеть – это курение. Безусловно. Это бич, который, нельзя сказать, что поразил общество. Сейчас идет реклама, что курить это не модно, курить это не круто. Это действительно так. Но с другой стороны, это еще очень грозная интоксикация, которая может спровоцировать различные заболевания. Удивительно, но фактор курения стоит на первом месте по злокачественным заболеваниям раком желудка. Хотя бы связи нет никакой. Даже не легкие, да? Легкие отдельно, первое место. Но тут еще желудок на втором месте, заболевание женской половой сферы. Поэтому фактор курения, от него лучше отказаться сразу. Давайте теперь тогда поговорим о том, что делать. Во-первых, наверное, людям, которым все-таки уже врач вынес этот приговор, и как им дальше себя вести. Ведь, как вначале мы уже сказали со Светланой о том, что не нужно сразу же паниковать, убегать, прятаться. Потому что проблема сама собой не рассосется. Не приговор, это вот такая проблема, с которой столкнулись. Это не приговор, это диагноз. Давайте поставим точки над «и». Приговор – это приговор. В данном случае врач ставит диагноз. И диагноз чаще всего врач ставит на стадии, которая далека от первой. Связано это с тем, что основная часть населения очень редко посещает врачей. Практически не ходит, не обращается. Есть такое понятие, как диспансеризация. Но эта диспансеризация в основном проводится для того, чтобы выйти на работу. И не в том объеме, в котором это можно было бы проводить, не так тщательно, для того, чтобы можно было следить и контролировать состояние организма. Учитывая то, что вот сколько существует факторов. Наверное же, и все, как говорится, все болезни от нервов, это тоже своего рода, может быть, провоцирует заболевание. Но учитывая то, что сколько существует этих проблем, человек должен более тщательно относиться к своему здоровью. Вот призовите наших телезрителей к тому, чтобы они не относились халатно к себе в первую очередь, чтобы потом не говорить, что врачи не справились, домашние. Судьба такая, кто-то еще виноват. В первую очередь, вот все же зависит от вас, конечно, но и... Сейчас ситуация изменилась в корне. В корне изменилась ситуация в отношении медицины к пациенту. Она сейчас более приближается. Поэтому, если раньше человек не шел к врачу, потому что боялся, что это будет в какой-то материальный объем потерян в связи с обращением к врачу, в данный момент, сейчас это отсутствует полностью. То есть, и бояться прийти к врачу о том, что расстанешься с материальными средствами, сейчас такого нет. Но в подсознании осталась боязнь обратиться к врачу, чтобы услышать этот страшный диагноз. Вот в чем проблема. То есть, люди не готовы узнать об этом. Мало того, если они даже узнают или что-то подозревают, они все равно боятся прийти к врачу. Вот это проблема, которая затягивает течение заболевания. И когда уже совсем становится в немоготу, вот тогда уже врач может поставить не только диагноз, но и вынести приговор. Вот, что касательно приговора или диагноза. Расскажите, как часто вообще нужно посещать врача-онколога, дабы заранее узнать, если все же такая болезнь есть, чтобы заранее о ней узнать? Какова периодичность посещения? Врач-онколог – это врач уже второго уровня обращения. Первый уровень – это врач-терапевт, врач семейной медицины. То есть, это первое звено. В любом случае, каждый человек должен раз в год показаться к врачу. Это минимум. Люди, которые работают с другими людьми, то есть, это работники детских садов, работники школ, они должны проходить профосмотры чаще, раз в полгода. Так что вот любите себя и на самом деле не пренебрегайте, ходите, обследуйтесь, это вот только, как говорится, на благо. А вот какие симптомы, возможно, человек, какие-то вот подозрения есть? Что он должен почувствовать, чтобы что-то заподозрить? Наверняка же они есть, эти признаки. Которые можно самому продиагностировать, хотя бы в какой-то мере. Сразу же вот идти. И вот еще насчет самолечения тоже вот. Что вы можете сказать? Значит, из симптоматики. Безусловно, симптоматика есть. Но, к сожалению, она очень скудная. Дело в том, что опухолевый процесс на начальных этапах не болит. Это не зубная боль, это не панорицы. Человек не чувствует развития болезни. Он может нащупать некое образование где-то. Если брать конкретно молочную железу, то там нащупать проще. Определить его. Чем определить какое-то образование в брюшной полости или в легких. Поэтому, учитывая, что он не болит раз. И когда уже идет большое распространение, когда появляется симптоматика. Это может быть уже поздно. Поэтому еще раз хочу отметить, что профосмотры, это обязательно для всех. И не должны бояться люди идти к врачу. Не бойтесь и не занимайтесь самолечением. Не втирайте бензин, керосин. Или что-нибудь, что вам еще вдруг скажут. Водку с маслом. У нас время уже, беседа с вами заканчивается. Какой-нибудь напутствие, призыв какой-нибудь еще к крымскому телезрителю у вас есть возможность сказать? Ну, я не хочу сказать, что не бойтесь онкологии. Бойтесь онкологии. Но не бойтесь обратиться к врачу. Не бойтесь прийти к нему, рассказать о своих проблемах. Врач обязательно поможет. Большое спасибо за беседу. У нас сегодня в гостях был Сергей Владимирович Морозов. Главный внештабный онколог Министерства здравоохранения Республики Крыма. Утро у нас с вами продолжается. Не переключайтесь. Продолжение следует.